Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В автоавариях на дорогах Кировской области, произошедших по вине нетрезвых водителей, в этом году погибли 7 человек Почти 60 получили травмы, информируется госавтоинспекция Всего сотрудники ГИБДД задержали 1068 шоферов, которые прошли тестирование на алкоголь с положительным результатом Либо отказались от медицинского освидетельствования Наказание штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от с полутора до двух лет Более 130 граждан сели за руль в состоянии опьянения повторно Для таких нарушителей законом предусмотрено в том числе тюремное заключение сроком до двух лет Трасса 101 В продолжении темы, по данным МВД, в прошлом году в России прав за вождение в нетрезвом виде лишили почти 300 тысяч граждан Общее число лишенников около 360 тысяч Полиция также составила портрет типичного нетрезвого шофера Это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет, имеющий среднее или среднеспециальное образование Неоднократно получавший взыскания по линии ГИБДД Практически каждый второй пьяный водитель, угодивший в ДТП, ранее привлекался к уголовной ответственности Трасса 101 В России хотят возродить автомобильную марку «Москвич» на базе московского завода «Рено», который перейдет в собственность правительства российской столицы Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, поставить предприятие на ноги поможет Камский автомобильный завод Кроме традиционных авто, в будущем там, возможно, начнут делать и электромобили Напомню, выпуском «Москвичей» ранее занимался автомобильный завод имени Ленинского комсомола Предприятие было официально закрыто в 2010 году Его последней моделью стал «Москвич-2141 Светогор» Трасса 101 Обслуживать автомобили «Рено» будут дилеры «Автоваза», об этом сообщил Минпромторг Одновременно стал известен новый владелец почти что 68% акций Волжского автозавода Которые с 2008 года принадлежали «Альянсу Рено-Ниссан» Это Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ Держателем остального пакета будет по-прежнему группа компаний «Ростех» При этом якобы обговаривается возможность повторного выкупа французами доли в «Автовазе» в течение ближайших шести лет Трасса 101 Компания «Хавейл» запатентовала в России купеобразный кроссовер «Шеншоу» Машина построена на той же платформе, что и «Джолион» и «Дарго» Автомобиль достигает в длину почти пяти метров, ширина без малого метр девяносто, размер колесной базы два восемьдесят Ожидается, что кроссовер будет комплектоваться бензиновыми двигателями мощностью 184, либо 224 лошадиные силы Приблизительная стоимость неизвестна Самый дешевый «Хавейл» «Джолион» стоит сейчас минимум 2 миллиона 179 тысяч рублей На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания Трасса 101